Добрый всем день или вечер, да? Не знаю. У нас такое экспресс мероприятие, ну да, летняя такая немножко программа. Чуть-чуть познакомиться, ну заодно, кого что заинтересует. Тема, в общем, она такая больше модная. Кто что из неё для себя вынесет. Как DevOps сложится на IT. Ну, немножко поговорим про DevOps, да, в общем, тема действительно модная. Ну, немножко посопоставляем с более такими классическими подходами IT. Откровенно говоря, принципиальных отличий нет. Ну, как всегда, все черти кроются в нюансах. Вот, так, два слова с кем не знакомы. Я вот на вебинаре вижу там много знакомых. Здесь с кем-то, по-моему, не с кем, из тех, кто лично пришёл. Меня зовут Данил. Я IT-консультант. Здесь специалисте. Вот, веду как раз курс по своей специализации. IT-проектный менеджмент. В своей компании у нас там тоже. Как мы сами с удивлением выяснили, а кастом и DevOps используем. В какой-то степени. Вот. Ну, так оно и бывает. Это характерная черта лучших практик. Сколько раз приходилось сталкиваться с коллегами, с компанией, которые говорили, ну, что там такое ваше IT, давайте посмотрим. Мы не знаем, начинали разбираться. Да, они, в общем, по IT-у и работают последние лет 10. Мы не знали, что это так называется. Это, наверное, действительно свойство лучших практик. Так или иначе, все как-то приходят более-менее плюс-минус одинаковым подходом. Конечно, с какой-то своей спецификой. С поправкой там на специфику компании не более того. Вот. Как построим? Ну, у нас где-то с вами так, формально 45 минут. Ну, понятно, как там пойдет. Что-то вопрос, что-то интересно. Коллеги, кто на вебинаре. Ну, по понятным причинам вас уже 42, уже 43. Вот. Да, спасибо. Подключаетесь. Значит, ну, собственно, из-за того, что вас много, чтобы друг другу не мешали. Там микрофоны у вас замьючены. Вот. Если что-то хотите спросить, там вопросы, чат. Кто чат не нашел, либо поищите, либо не тратите время, задавайте вопросы в вопросах. Вот. Я озвучивать все равно буду. Не переживайте. Ну, будет что-то интересное, значит, дам слово. Вот. Ну, соответственно, кто в классе, теми проще. Те друг друга вроде как видим. Ну, так что не стесняйтесь, какие-то там свои вопросы задавайте, что интересно. Коллеги, на вебинаре, значит, у вас презентацию я выгрузил в хэндаутс в чате. Там есть такой блок. Ну, или это уже для всех. Вот вы раз регистрировались, значит. Значит, у вас есть личный кабинет. Там вот в материалах группы, ну, есть кто-то, кто с личным кабинетом специалисты не сталкивался, не использовали? Ну, можно, конечно, да. Там дизайн сейчас переделывается, поэтому, может, там, да. Значит, помогут же. Ну, помогут, в конце концов. Я что-то понимаю, тем более у нас тематика айтишная, люди все из айти, это же не... Кому-то там разберетесь. Там личный кабинет, найти вот семинар, и там будет ссылочка материалы групп. Кроме того, кроме того, вот адрес сайта моего, ну, прям по имени и фамилии, ddincisc.com. Соответственно, здесь у меня эта презентация уже выложена, ну, как некий такой. Ну, давайте начнем. Сначала все-таки немножко определим какой-то базовый понятийный аппарат. Вообще, сайты вам, ну, так, я думаю, знакомы, наверное, в основном. Или нет? Или совсем? Ну, в основном знакомы. То есть подходы, в общем, одни и те же, подходы, в общем, одни и те же. Основная задача любого айтиподразделения сделать так, чтобы основные сотрудники могли выполнять свои рабочие функции, желательно с наименьшими затратами и наименьшими потерями в рейтинге. Руководство платило за то, за что оно понимает, да, вот все эти термины айти-услуга. Должна предоставлять полезность и гарантию ее функционирования. Полезность и гарантия ее функционирования. Ну, если не вдаваться, да, все-таки в рамках краткого мероприятия. Полезность – это функциональность, которая должна реализовываться для обеспечения производительности и устранения каких-то ограничений, там, в информационных потоках, в производственных потоках. Гарантии – это гарантии доступности услуги, обслуживания соответствующего количества пользователей, транзакций и так далее, и так далее. Соответственно, любой айти-сервис, он в своем жизненном цикле проходит в некоторой стадии, которые, ну, раз вы знакомы с этим, я думаю, они вам тоже известны, не будем на этом подробно останавливаться. Фаза стратегии у нас что делает, какие работы в фазе стратегии выполняются? В фазе стратегии выполняются работы и задачи решаются, связанные с сопоставлением стратегии развития компании, ее переложение на айти-язык, чем айти-подразделение может помочь и обеспечить. Ну, а дальше все, в общем, понятно, проектирование услуг. В широком смысле этого слова, да, проектирование и с точки зрения технического проектирования, и с точки зрения документального проектирования, SLA, OLA, подбор подрядчиков, внешних контрактов, внедрение услуг в эксплуатацию, преобразование услуг, ну и, собственно, ценность создается где? На фазе эксплуатации. Либо можно представить, ну, вот, в виде такой схемы, да, вот с такой схемой, но, да, стандартная схема, взята, кстати, с города учебника. Есть бизнес-услуги, есть то, что не имеет даже однозначного названия в самих книгах айти-язык, иногда называют вот так технические услуги, иногда инфраструктурные услуги, ну, то есть, это все, что касается аппаратного обеспечения, программного, middleware, сети и так далее, да. Традиционно, как строится работа, как строится взаимодействие в рамках айти-язык, между бизнес-заказчиками или одним заказчиком и подразделением, отвечающим за оконечную услугу, будь то, там, не знаю, бухгалтерская подсистема, почта, CRM и так далее, формируется SLA, да, который содержит необходимые обязательства и взаимные поддержки, а вот здесь дальше, вот это подразделение, которое непосредственно предоставляет услугу, оно уже выступает, как бы, таким внутренним заказчиком по отношению к вот этим вот техническим инфраструктурным подразделениям, которые вот такие технические инфраструктурные услуги представляют. Вот, если мы оперируем в терминах, если мы оперируем в терминах ITIL, то это эти внутренние договоренности, эти внутренние договоренности фиксируются в документах, которые называются OLA, ну, OLA в России как название, в общем, не особо прижилось, то есть какие-то внутренние регламенты взаимодействия пусть будут, да. Соответственно, как решаются задачи взаимодействия, да, ведь, как обычно, бизнес интересует, бизнес интересует только конечный результат, что, в общем, правильно, собственно, вся суть IT-сервис менеджмента, она ведь к тому и сводится, что заказчик должен получить результат и не вдаваться в какие-то подробности, или, как ITIL говорится, передать неспецифические риски, да. Что у вас, какие у вас там сервера, какая аппаратка, какие сети, в общем, строго говоря, не интересует. Эта схема представлена так называемой V-образной моделью, да, тоже, я думаю, знаете V-образную модель? Никто не сталкивался. Да, сталкивались тоже, просто, может, так не называете. На верхнем уровне согласуются бизнес требования, потом они детализируются до уровня, более детальные бизнес требования и требования пользовательские, потом разработка решения, разработка релиза, выпуск отдельных компонентов. Это вот левая ветка V-модели, правая ветка V-модели, это что? Это соответствующие стадии тестирования. И аналогичная поддержка, да, то есть, каждый отвечает за свое, между разными подразделениями, внутри ITIL выстраиваются вот такие взаимоотношения, которые описываются своими процессами и процедурами. Нормально это работает? Да, в большинстве компаний это работает на самом деле нормально. Вот, нет идеальных схем. При взаимодействии между разными подразделениями, естественно, могут возникать, вот как здесь, допустим, показано, да, бизнес-пользователи, SLA, бизнес-приложения, вот, оно выступает, это группа бизнес-приложений, заказчикам у каких-то там своих подразделений. Каждый отвечает за свой участок работ, функциональные группы, специализация, в принципе, все нормально, все работает. Какие здесь могут возникать, какие здесь могут возникать проблемы? Какие здесь могут возникать проблемы? Ну, слайд такой, я его называю немножко пропагандистский, он взят из как раз девопсовских таких фреймворков документов. Ну, понятно, каждый клик хвалит свое болото, это понятно. Разработчики девопса хвалят свои подходы и говорят о том, что вот между командами разработки и эксплуатации, да, вот в этой цепочке, могут возникать вот такие вот прям кирпичные стены. Ну, наверное, кирпичные стены, такие уж прям непреодолимые, нигде сейчас не возникают, все-таки процессы как-то налажены. Ну, принципиально, да, какие-то барьеры могут возникать. Ну, я думаю, по тематике здесь посторонних людей нет, если так или иначе и зайти, ну, сами посудите, скажите, действительно, группа разработки что-то выпускает, передает в эксплуатацию. Эксплуатация, что? Ну, по-хорошему, должна участвовать в приемке, ну, так, честно. У многих ли из вас группа эксплуатации, операционные группы поддержки участвуют в приемо-сдаточных работах при передаче релизов сервисов в эксплуатацию? Есть у кого-нибудь такое? Ну, что, прям ни у одного? Не задеплоят, ну, это правильный, на самом деле, вариант. Он редко встречается, нет, так, чтобы уж совсем ни у одного, я тоже не поверю. Ну, и такое часто бывает, да, когда передают, говорят, мы сделали, эксплуатируйте, как хотите. То есть, есть здесь определенная точка, такая проблемная. В ITIL эта проблематика решается каким образом? Как раз выстраиванием вот тех самых ОЛА соглашений, да, или как они называются, соглашения операционного уровня. То есть, регламенты взаимодействия, в которых, ну, должны, по крайней мере, быть расписаны участки ответственности и порядок взаимодействия. Но есть другой подход, который вот как раз предлагает DevOps. Собственно, откуда термин DevOps пошел? Кто-то слышал все-таки сейчас действительно на слуху, он на всякий случай. DevOps – это, да, вот аббревиатура. Development and Operations. В чем состоит суть подхода? В том, что внутри одной команды объединяются специалисты всех необходимых компетенций с тем, чтобы предоставлять услугу полностью. То есть, одна команда целиком отвечает за свою услугу. И за ее разработку, и за ее деплой, и за ее последующую поддержку. Есть в этом логика? Ну, в общем, есть, конечно, в этом логика. Очень большая логика в этом есть. Вот это вот перебрасывание ответственности, оно в такой ситуации, естественно, существенно уменьшается. Никого не интересует, что ты эксплуатируешь сейчас какую-то дрянь, которую кто-то там разработал. Ну, выносим за скобки, да, кто там прав, кто виноват, позиция такая. В конце концов, оно должно работать, да, не столь важно, кто там чего разрабатывал, кто принимал в эксплуатацию, кто там разбирался. Ну, одна точка ответственности, в общем, достаточно типичный управленческий принцип на самом деле. Одна точка ответственности. Вы разрабатываете, вы внедряете, вы несете ответственность, вы исправляете инциденты, вы взаимодействуете по каким-то улучшениям, по каким-то совершенствованиям. Вот, собственно, если так, совсем в двух словах, что собой представляет, что собой представляет DevOps принцип. Ну, вообще, конечно, понятие DevOps, сейчас оно более широко рассматривается. Это вот ответственность за сервис в целом, да, вот, понятно. Это более тесное взаимодействие с заказчиком. Что имеется в виду, DevOps в качестве базовой, такой, что можно сказать, by default, парадигмы разработки использует Scrum. Но это, конечно, не Scrum в таком чистом виде. Scrum это все-таки про разработку, DevOps это про разработку, внедрение и эксплуатацию. Но в части разработки, поскольку используется Scrum, Scrum предполагает как раз очень тесное взаимодействие с заказчиком. Ну, я думаю, Scrum уже все-таки достаточно давно, как фреймворк существует. Наверное, многие с этим знакомы. Да, там регулярные сессии, демо с заказчиком и DevOps, вот эти принципы, он как бы, простите, слово поразит, он их использует. То есть суть, вторая составляющая сути DevOps подхода, она как раз в том и состоит, чтобы максимально вот в такие короткие итерации за счет плотного общения команды с заказчиком, за счет общения команды с заказчиком выявлять, где чем недовольны, какие есть сложности, какие есть необходимости в улучшении. И вот такими короткими спринтами, две недели, месяц, соответственно, и развивать продукт, и в ходе этих же спринтов устранять, ну, то, что называется барьеры. Ну, барьеры в данном случае это такой немножко эвфемизм, то есть устранять инциденты и проблемы, которые мешают работе. То есть это такой классический, ну, классический, опять же, слово поразит, но достаточно уже привычный по скраму, по agile подходам. Принцип быстрых коротких улучшений, или как это сейчас тоже такой модный немножко термин, fail fast, да, там, быстрых ошибок. То есть быстренько что-то попробовали, соответственно... Да, быстрая ошибка, дешевая ошибка, да, спасибо, Андрей. То есть не уши куда-то далеко, быстро попробовали, что-то пошло не так, возникли ошибки, эта же команда их, соответственно, быстро устранила и делает каким-то другим способом, или получает какие-то другие вводные вот заказчика. Но это сразу же между собой создает и ограничения, да, вот, ну, что с DevOps, как он позиционируется, ну, тоже, конечно, позиционирование то еще, от обратного, да. Что ни вещь, ни продукт, а что-то там такое, нечто даже, вот. То есть в оригинале DevOps is about experience, там, и так далее, да, вот, то есть перевод я здесь дословно прям сделал, да. Об опыте, идеях, культуре, то есть вот в чем здесь сразу и выгода, и эта же выгода может стать барьером. DevOps-подходы хорошо работают, когда активная, заинтересованная команда на обе стороны, и заказчик, и вот эта команда разработки. Тогда, да, тогда все работает хорошо. Если же кто-то неактивный, да, его нужно, вот, как называется, выстраивать, тогда как раз лучше работают более традиционные вот такие вертикальные интервированные подходы с четко прописанными процессами, с четким разбиением областей по функциональной ответственности. С точки же зрения жизненного цикла IT-услуги, вот так, как он написан в Айтеловской библиотеке, здесь никаких принципиальных отличий нет, кроме, ну, вот, того самого, некоторого перераспределения, некоторого перераспределения обязанностей. Посмотрите, да, вот, фаза стратегии, где как раз производится принятие решений о соответствии развития IT-продуктов, IT-инфраструктуры основным задачам компании, она стоит особо, ну, понятно, что это, действительно, обособлено стоящая задача. Добор задач, которые решаются на уровне, там, IT-руководства и руководства компаний. В принципе, DevOps там тоже что-то пытается по фреймборгах сделать, ну, если ты слышал такие термины, как там Scrum of Scrums, приходилось слышать, нет? Слышали, но почему-то присоединяйтесь. А, ну, как, DevOps, DevOps тут при том же, что, что такое Scrum of Scrums? Scrum of Scrums это, когда представители команд принимают решения, касающиеся их разработок, да. То же самое, то есть, когда представители команд принимают решения о направлениях развития, да, там, Scrum of Scrums, Scrum of Scrums of Scrums, то есть, он тоже устраивается некая карьера. Ну, честно говоря, я такого на практике не видел, и, ну, по крайней мере, если это, конечно, не IT-компания-разработчик, хотя и то, у меня это вызывает такое построение вопросов. Стратегия всегда в бизнес-IT-элайн, да, там, выравнивание с бизнесом, это немножко другая задача. А вот, и представители команд, я как-то не очень, честно говоря, верю, что ее могут решить, кроме, может, от действительно специализированных компаний. А вот все, что касается, собственно, уже разработки, внедрения, поддержки и улучшения, совершенствования работы продукта, вот этот функционал, он уже передается как раз вот в такие автономные, самостоятельные команды. Каждая из которых работает, каждая из которых работает над своим продуктом. То есть, есть общая стратегия, а дальше каждая команда работает над своим продуктом. Но при этом, если мы говорим с точки зрения совместимости сайта, никаких принципиальных отличий здесь нет. Меняются только области ответственности. Если в более такой привычной модели, в прошлом году 30 лет официально использовалась, это вот эта вертикальная структура, которую я показал там несколько слайдов раньше, то здесь для каждого продукта эта команда выполняет функции во всех трех фазах своих. Но действия принципиально все те же самые. Другое дело, что когда работает одна команда, естественно, можно сократить вот этот уровень, ну скажем так, бюрократизации, да. Когда идет передача, ну классическая, то что там все знают, эскалация инцидента. Первая линия приняла, вторая линия там разобрала свое, передала в другое подразделение и так там вплоть до вендора, да. Или вот как в крупных компаниях, в крупных компаниях иногда бывает, тут есть одна знакомая компания, но называть, естественно, не буду. У них пять внутренних только линий. У них пять только внутренних линий поддержки. Ну и дальше, естественно, еще вендорские. Ну, а? Большая компания? No comments. Без комментариев. Без комментариев. Называть не буду, Андрей, я же сказал, ну не могу, вы же сами понимаете, прекрасно. Вот. Соответственно, это все с одной стороны под подобный подход. Он имеет свои плюсы, да, там четкая специализация. А с другой стороны, все затягивание, решение инцидентов. Это, естественно, объективно более длительный цикл, например, согласования, выпуск каких-то изменений, каких-то релизов. Да, в общем, в подходе как раз вот эта вот ситуация, она как бы немножко переворачивается, как бы на 90 градусов переворачивается. То есть, команда полностью отвечает за продукт. Внутри команды полный набор компетенций, которые нужны для предоставления продукта. Соответственно, вот эти вот циклы, это действительно некий идеальный цикл DevOps, да. Быстрый фидбэк от заказчика, улучшение, быстрый выпуск нового релиза. Вот DevOps вообще очень хорошо себя проявляет в двух основных ситуациях. Ну, по крайней мере, опять же, я, естественно, говорю с того, с чем сталкивался и с чем согласен. Понятно, у других людей может быть свой опыт, да, там, не претендует на истину какую-то последнюю станцию. Первое, это когда IT-продукт требует быстрых изменений, быстрого развития. Ну, что наиболее часто сейчас встречается? Наиболее часто сейчас встречаются, это, скажем, всякого рода мобильные приложения. Ну, взять, не знаю, тот же там мобильный банк, взять многочисленные мобильные приложения, которые мы там все пользуемся. Ну, если команды не будут выпускать давление, слушайте, вы же снесетесь со своих смартфонов и приложений. То есть они выложены, это бизнес, как бы это там пафосно не звучало. А значит, нужна, что быстрая вот эта обратная связь, что понравилось, что не понравилось, что делаем дальше. То есть ждать каких-то долгих изменений, согласований не очень выгодится. Вторая, как бы, группа, да, продуктов, когда вот эти подходы себя однозначно очень хорошо могут зарекомендовать, это когда итоговый продукт слабо изучен. Ну, собственно говоря, вообще все agile, гибкие подходы, они хороши, когда продукты слабо изучены. То есть можно двигаться вот этими короткими итерациями, как раз по принципу быстро упал, значит мало потерял. То есть что-то точной границы продукта неизвестно, это фактически все время такие короткие-короткие эксперименты. Получилось, не получилось, получилось, идем дальше, не получилось, откатились, значит, что-то еще. И вот тогда, с точки зрения уже работы, набор вот этого процесса жизненного цикла, он особо не меняется. А с точки зрения функциональной структуры, тут могут быть достаточно серьезные изменения. В этом случае общение, да, между заказчиками, кто бы они ни были, внутренние подразделения, или это действительно там внешние какие-то клиенты, и конкретной командой разработки, они, что, они напрямую. А общий менеджмент, хотя я этот слайд жутко не люблю, перевернутая пирамида, она всегда неустойчива. Он выполняет функции задания общих правил игры. Бизнес, цели, ну, та же самая стратегия, IT, некие общие правила работы, общие правила взаимодействия и так далее. Вот здесь еще вы видите такой очень интересный слой, платформ-тим. Что это такое? Вот давайте об этом тоже поговорим. Да, платформенные команды, да, платформенные команды. У нас где-то там в начале звучало, что эти вот инфраструктурные, низкоуровневые или технологические сервисы. Ну, вот если посмотрим на структуру любого сервиса или любого продукта. Есть приложения, есть оборудование, есть всякого рода мидуэ. Вот, говорят, в девопс-команде специалисты, которые могут полностью предоставлять продукт. Но продуктом является что? Какое-то оконечное приложение. Естественно, команда, если будет девопсовская, простите, что еще, админтинг? Ну, скажем так, наверное, полностью такого исключать нельзя, наверное, да. Встречались? Нет, ну это вы лично, именно как... Нет, ну тут все-таки давайте разделим, давайте все-таки тут разделим. То, что одно дело, то, что приходилось делать, мало ли кому, что приходило. Сейчас, секунду. Другое дело, другое дело, если мы говорим о команде, мы говорим о полноценной, вот от начала до конца ответственности за продукты. В таком подходе придется верить в том, что вот эта команда, она АД поддерживает все время. Но тогда будет возникать другой вопрос. АД-это это же не только для одного продукта или эксченж или еще что-нибудь. А это как заказчик скажет. Они, ну согласны, как заказчик скажет. Ну, в общем, чаще всего нет. То есть все равно именно какие-то платформенные инфраструктурные вещи. И вот, когда здесь возникает, когда вот здесь возникает вот этот промежуточный платформенный, уровень платформенных команд. Коллеги, кто позднее пришел, Андрей, ну вы же знаете, заберете потом эту презентацию, как обычно. Вот. Что понимается под этим в DevOps подходах? Под этим понимается, что, ну вот тоже такие тут всякие красивенькие слайды, что на самом деле вот эти инфраструктурные компоненты, они тоже становятся продуктами. Только эти продукты продаются не оконечному заказчику, они продаются как бы вот командам этих бизнес-приложителей. Вот это вот получило название платформенных продуктов. Ну, как это выглядит на практике? Конечно, если мы это сейчас попытаемся экстраполировать на работу какого-то предприятия со своими сетями, со своим там дата-центром корпоративным и так далее, выглядеть это будет, ну, забавно, наверное, в лучшем случае. Поэтому чаще всего, чаще всего, это, в общем, в DevOps фреймворке прямо декларируется, что вот эти инфраструктурные услуги лучше всего, если предоставляются в режимах облачных. То есть, тоже то, что, наверное, приходилось слышать. Platform as a service, да, и IaaS, infrastructure as a service. Более того, вот если посмотреть, да, на такой укрупленный стэк, если в облачных средах гипервизоры появились, ну, уже достаточно давно, уже, наверное, лет 10 как, уже лет 6-7 как довольно распространены, то сейчас, ну, опять же, сейчас, тоже где-то с 11-12, наверное, контейнеры микросервисов, ну, докер, вот, наверное, один из самых известных, да, это как раз решения, которые более локальные, чем гипервизоры, которые позволяют изолировать, инкапсулировать вот эти микросервисы. А дальше они работают вот уже с этими платформами, да, пожалуйста. Вот это, на самом деле, как говорят в таких случаях, хороший вопрос. Более того, очень сильно дискуссионный, я боюсь, что я здесь могу уйти очень сильно перпендикулярно мнению разработчиков фреймворков. Ну, Андрей, мы же с вами не первый год знакомы, вы же знаете, что я немножко скептически ко многим вещам отношусь, вот. Скажем так, поскольку DevOps основывается, да, на гибких и более конкретно в разработке на Scrum фреймворк, гибкие костыли, это хорошо. Да, то в принципах agile, как все уже, наверное, выучили, нам уже всем это вдолбили, сотрудничество важнее документации, да. Сейчас, правда, очень активно адепты говорят о том, что, ну, мы же не исключаем документацию. Мы только говорим, что она, что сотрудничество важнее. Ну, а вот дальше, да, я полностью согласен с вопросом Андрея. Если начинать расставлять здесь приоритеты, то очень быстро документация становится настолько менее важной, что потом продукт становится непортируемым, ненаследуемым и так далее. А поскольку адепты не любят слово управление и слово регламент, то дальше возникает очень интересный, конечно, вопрос, который я не знаю вообще и нигде не видел, как находится ответ. Я думаю, что находится, но не может такое количество людей заниматься ерундой, как-то, значит, находят. Да, то есть, каким образом все-таки будет действительно, будут передаваться, давайте так скажем, знания и компетенции по продукту? У меня в муке был такой, что он максимум 4 раз документировал, вот, хеллфак и... Ну, это же не очень хорошо, правильно? Это же много. Хеллфак, да, я думаю. То есть, конечно, реверс инжиниринг, это хорошо, но это дорого и долго. Вот, поэтому, ну, понимаете, здесь, с другой стороны, может быть, не надо быть слишком придирчивыми, потому что, ну, давайте так скажем, тот же ITIL, библиотека лучших практик, со всеми своими жестко выстроенными процессными подходами, он устраивался, ну, пока он приобрел туда более-менее законченную форму, лет 20. Сейчас ему уже больше 30. Девопс, даже если говорить о, ну, там, скажем, заявленных каких-то вещах, он по первые опыты появился в году, там, в восьмом, в девятом, это вот там... Ну, и то, это, знаете, как всегда задним числом, когда говорят, о, мы сделали вот как эти бельгийцы, которые считаются родоначальниками Девопса, что сделали какой-то проект в их там министерстве, там, не помню, то ли транспорт, то ли здравоохранение. Вот они сделали вот эти продуктовые команды, а потом уже задним числом начали обобщать свой опыт, потом вот это подхватили в Гугле, все это стало распространяться. Я ни в коем случае не выступаю, так сказать, за то, что нужно заниматься только формалистикой и документацией. Нет, разумеется, документация занимает свое определенное место. Как там? Те же сервисные соглашения. Да, с одной стороны, мы говорим о тесном сотрудничестве с заказчиком, но с другой стороны, вот в той же фазе, в той же фазе создания услуги, да, фаза проектирования услуги, дизайна. Согласовать с заказчиком надо? Надо. Минимально достаточно, да. Но согласовать надо с тем, чтобы было понятно, что делать. То, что в том же скраме называется там эпики, те же самые, что такое? Тоже элементы документирования в конечном итоге. Как они согласуются, чтобы продукт разрабатывался и реализовывал необходимый функционал для работы подразделения, заказчика, сотрудников, для чего он там создается. Другое дело, другое дело, что есть такое понятие, где-то оно у меня тут тоже было вытащено, как минимально полезный продукт. Вот эта вещь как раз очень полезная, которая, да, тоже она пришла из скрама. Да, MVP, Minimal Viable Product или Minimal Valuable Product, там по-разному переводят. Минимально полезный или минимально жизнеспособный продукт. Это очень полезная штука, на самом деле, потому что выпустить из фазы проектирования продукт целиком, это как раз длительный цикл, ну это очевидно, да. Спроектировать, потом еще его разработать, потом выпустить. Идти как раз короткими шагами. Сначала то, что вот минимально дает отдачу. С точки зрения любой коммерческой компании, это же классическое сокращение цикла возврата инвестиций. Что-то быстро сделали, этот минимальный продукт уже дает какую-то отдачу. Дальнейшая разработка уже фактически идет не только на инвестиционные деньги, но и на тот эффект, который этот продукт создает. Понятно, что в рамках коротких наших мероприятий мы там финансовую составляющую углубляться не можем. Я так чувствую по последним мероприятиям, видимо, придется отдельный какой-то вот такой семинар делать. То есть, что там все эти расчеты и сдержек, ROI и прочее. Функции OLA как меняются? Вот в типовом, таком, ну уж извините, там может не очень хороший термин ITIL, да, там в привычном традиционном ITIL подходе. OLA это вот, сейчас я вот напомнил, да. Мы вспомнили, что это соглашение между как раз вот бизнес IT команда, те, кто предоставляет оконечную услугу и вот этими инфраструктурными. В рамках DevOps подхода суть-то по большому счету не меняется. Там это не называется OLA, но это будет что? Это будет то самое соглашение между двумя командами. Одна команда бизнес-продукта, другая команда платформенного продукта. Этих команд может в результате быть довольно много. Ну, понятно, что, опять же, очевидная вещь совершенно, что бизнес-продукт опирается на множество различных платформенных продуктов. На систему управления базами данных, на общесетевые какие-то вещи, на коммуникации, exchange там и так далее, и так далее, да. Поэтому общий принцип, опять-таки, сохраняется. То есть, я надеюсь, да, моя мысль уже, в принципе, понятна, что DevOps IT не противоречит, что просто меняет немножко вот этот ракурс. С вертикальной интеграцией на горизонтальную интеграцию. А дальше вывод там, на самом деле, очень простой. И то, и то имеет свои выгоды, и то, и то имеет свои определенные ограничения. Что применять, зависит от конкретных условий. Значит, это микс Айтила и Айтила, да? Может быть, можно и так сказать, да. С проектным управлением, потому что, знаете, вот, допустим, беда того же Айтила и беда проектного управления. В Айтил, ведь не описан до сих пор, вот, сейчас будет выходить новая версия в этом году Айтила, Айтиловской библиотеки. Я, в общем-то, тоже туда, как эксперт, отправлял пожелание интеграцию описать с проектами. Но в текущих версиях интеграции с проектами не описано. Там идет просто отсылка. Пользуйтесь, принц 2 или PMO. Ну, а как пользуйтесь? А люди работают одни и те же, потому что всегда приходится учитывать. А как их строить? А как там метрики строить? А как приоритизацию задач строить? Вот, изменение, да, это уже фаза транзишн. В Айтиловской библиотеки, изменение одобрено, потом разработанное изменение поступает в сборку релиза. Тема разработанная, как разработанная. Все, дыра в право. Отвечает вот эту. От согласования требований с заказчиком до эксплуатации и исправления ошибок. Все, пол. То есть, по сути, если можно масштабировать как-то систему, то в принципе, девопс это само-то. Да я бы так не сказал, а почему? Девопс нельзя масштабировать. Система там масштабируется через то, что они развертываются в облачных средах. То есть, платформа облачная масштабируется вне зависимости от команды, которая была первичной разработкой. А, в этом смысле да, потому что, конечно, agile... Девопс нельзя передать. Да. Ну, передать можно, но да, тут вот это вот в девопсе, как во всех agile подходах, не совсем понятная часть с документированием, передачей знаний. Вообще, в девопсе есть еще такое понятие, очень интересное. Понятие микросервисов или понятие микропродуктов. Это отчасти ответ на вопрос о масштабировании, отчасти тоже своего рода ограничения, чтобы понимать, как пример. То есть, когда команда вообще хорошо работает, какая команда нормально работает, которая может между собой полноценно коммуницировать. Это давно известный факт. От пяти до девяти человек. Семь плюс-минус два. Классика, да. Классика жанра. Со времен Александра Македонского и так далее. Человек может удержать под своим контролем семь-восемь объектов. Поэтому продукты, они объективно будут небольшие. Они объективно будут небольшие. Поэтому, когда происходит масштабирование, то это с точки зрения, в девопс-подходах это зачастую будет, вот в отличие как раз от слайда, он как раз хорошо иллюстрирует. Не как в продуктах таких классических, да, вот там не случайно всякие САПы написано, да, что это наращивание, наращивание, наращивание функционала, да. А немножко другой подход. Когда есть вот этот вот MVP, пресловутый, да, минимальный продукт, его функционал может изменяться. Если необходимо что-то сделать новое, это может стать, соответственно, новым продуктом. Вот одни из адептов, которых девопс-культура поднимает, так сказать, в качестве флага, это, ну, слышали, наверное, две такие компании, достаточно известные, это Spotify и Netflix, да. Вот, вот, допустим, у того же Spotify, как они, ну, декларируют, по крайней мере, вот эта вот кусочная разработка, да, то есть, когда разработкается мелкими-мелкими кусками, она доведена практически до, ну, как сказать, до такого предела. Ну, Spotify, все себе представляют, что такое? Сервис аудио, стрим аудио. Стрим аудио. Вот у них плеер, это микропродукт. Сам движок аудио воспроизведения, это другой продукт. Система оплаты, это третий продукт, ну, и так далее. Ну, так можно. Да, то есть, вот именно микро-микро-микро-модуль. То есть, понятно, что между ними должно быть очень тесная взаимодействие. То есть, вот, как я и говорю, что поворот на 90 градусов, классическая структура вертикальная, это структура горизонтальная. Со своими плюсами, со своими ограничениями. То есть, вот, кстати, надо отдать должное в девопсовском фреймворке, ну, их на самом деле несколько. Тот, с которым вот мы работаем. ДАСА, так называемый. ДАСА, аббревиатура. Девопс Аджайл Скилл Ассоциейшн. Да, ассоциация опыта Девопса и Аджайл. Вот они честно говорят, что да, вот в такой структуре есть свои угрозы. Ну, как в любой, да, не бывает идеального, что тут говорить. Это угроза еще огромного количества, огромного разрастания этих микросервисов, соответственно, количество связей между разными объектами, хоть число рукопожателей, которые в проектном управлении не любят, хоть число взаимосвязей между сервисами, все рассчитывается факториальной зависимостью. Даже не линейная, факториальная. А вот вы говорите, что разрастание бесконтрольное, а с какого переговора бесконтрольное? Бизнес захотел еще одну функцию, она может в любой момент стать новым продуктом. Вот я как привел пример. Но это же не может бесконечно продолжаться. Не может, так я вот о чем говорю. И, собственно, не то, что я, вот и сами разработчики фрейморга говорят, это потенциальная сложность. Это потенциальная сложность. Просто взаимодействие сложность, у нас такая ситуация, как раздано, бесконтрольное рассчитывание количества этих модулей сервисов. Просто в ответ на, так сказать, на рынок, на требования рынка, на требованиях, очень другое, потому что там получается связи, сложно получать. Связи, взаимозависимости данных, взаимодействие команд, да. А, кстати говоря, между прочим, вот Андрей, смотрите, стеки технологические, кстати, в девопсе, вот за счет вот такой очень точечной инкапсуляции, они, кстати, совершенно даже не обязательно должны быть одинаковые. Я, вроде, хотел еще 5 секунд добавить. Веченый фонд 9 модулей всегда содержит. Не все 9 модулей между собой. Мы сейчас, но, здесь важный момент какой, мы говорим сейчас о совместимости не технологической, а совместимости логической. А логическая совместимость должна быть, никуда от этого не денешься, как данные гуляют. В одну сторону просто выклевываются, а в другую сторону совершенно не обязательно. Нет, ну это уже, вы говорите, в общем случае, в общем случае, обмен данными, это логическая схема. С разрастанием, я вот согласен. Но не всегда на две стороны. Смотрите, в чем проблема, если пользуется, в чем, когда захочется вам выходить 10, 11, 15, 15 модуль, нам придется учить все, что наработано в предыдущих 24 модулях. И собрать команды всех, и экспертизу собрать там всех. Зачем? Затем, чтобы вы экономно, это выписываешь, не может быть, ради денег, конечно. Ну, конечно. Коллеги, вот смотрите, спасибо. Мы, у нас тут коллеги, как раз, кто в онлайне, большая часть наших присутствующих, вот как раз говорят, да, что нужна золотая середина. Когда, ну, понятно, что золотая середина тоже, наверное, немножко такой термин слишком размытый. Вот, кстати говоря, новая, которая в этом году ожидается версия IT в библиотеке, она в себя, подходы вот DevOps, подходы перешливая, она будет включать, и, собственно, точки вхождения уже абсолютно понятные. Ну, о чем я сейчас как раз и говорил, что это все равно тот же цикл жизненной модели, это вот немножко перевернутая структура. Я бы скорее трактовал вот эту фразу, Глеб, в вашу золотой середине таким образом, что понимать выгоды и риски, ну, вот какие-то укрупненные, я как раз вот сейчас и постарался показать, вот в рамках отведенного времени. У каждого из подходов есть свои выгоды, есть свои риски, есть свои сложности. В зависимости от конкретных условий компании, причем самых разных условий, это и масштаб, это и целостность бизнес-процессов, или компания состоит из более автономных модулей. Это и какие-то даже чисто субъективные вещи, о которых мы тоже говорили. То есть, то ли это люди такие заинтересованные, замотивированные, готовые работать, то ли это, наоборот, персонал и со стороны заказчика, или со стороны IT, более такой требующий микроменеджмента, микровлияния. Как раз и нужно выбрать, какие подходы работают лучше. Более того, вот как показывает, ну, пока очень небольшой опыт, на самом деле, вроде бы нет дилеммы, какую модель выбрать на предприятии. На самом деле, в рамках одного предприятия обе модели прекрасно сосуществуют. То есть, какая-то часть продуктов, сервисов работает по модели более традиционно, эти, вот сказать, вертикальные. Например, это какие-нибудь системы класса, там, ERP, внутренние продукты, в раз, которые вот такие тяжелые, да, они лучше работают по износу. А то, что какие-то внешние мобильные приложения, они работают по DevOps-овской модели. Ну, то есть, в принципе, эта схема вполне себе, вполне себе жизнеспособна. Ну, вот, наверное, так, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Я единственное, что хочу напомнить, сейчас наше мероприятие, конечно, ограничено во времени по объективным причинам. В принципе, все эти вопросы мы, конечно, разбираем более детально. Ну, вот, есть уже официальные тренинги и по DevOps, причем с выходом на сертификацию. Ну, вот, кстати, имейте в виду, буквально там через пару недель очередной будет. И по, естественно, ITIL тоже через две недели. Там большая такая, как раз, комплексная группа вот будет. Группа с основами или с какого-то не нулевого уровня? Ну, DevOps основы, DevOps основы, а управление, изменение, вот, как раз, проектирование, вот, услуг, вот это, это все уж, конечно... Пройти полный курс, а полный курс, там, непонятно, как он начнется. Андрей, сейчас задержитесь, покажу. Полный курс ближайший, он начнется вот там, что-то в районе 18-го, по-моему, июля или что-то такое. Ну, понятно, что, ну, так как там три дня группа, там, за это время можно один или два курса взять, а, ну, дальше, соответственно, продолжать. Это же все тоже достаточно такие специальные, достаточно специальные курсы, вот, поэтому, ну, вот они как раз, да, вот, управление IT-службой общая основа DevOps, вот, вскоре будем выпускать, ну, анонсируем, наверное, тоже в июле, ну, группы пойдут, может быть, осенью. Уровень именно, второй уровень, это команда образования DevOps, вот, управление релизами, изменениями, проектированием, вот, продуктовый. Но, вот, DevOps, это больше, как бы, взгляд изнутри команды, да, вот, тоже, чтобы понимать, а есть взгляд, как бы, со стороны менеджмента, да, управление продуктом, функцией менеджера продукта, вот, вот, поэтому тут как раз уже тоже нужно комбинировать, как мы и говорили. Вот, пожалуйста, коллеги, вопросы, какие-то комментарии, опыт, что, как, кто, пожалуйста. Вот, спасибо за участие, да, я смотрю, у нас там количество участников еще увеличилось. Ну, тема, да, тема действительно такая. Так, Андрей, да, здравствуйте, Андрей. Кто проводит оценку безопасности используемых технологий и наличие уязвимости микросервисов и взаимодействия между собой при DevOps подходе? Нет, ну, вопрос столь же хороший, как и у вашего тезки про документацию из этой же серии, да, ответ совершенно такой. Специалисты внутри команды. Если, вот, как говорится, формально следовать DevOps подходу, то команда обладает всеми необходимыми компетенциями в совокупности, естественно. Понятно, что внутри команды там люди разных специальностей. Да, пожалуйста. Если команда обладает всеми компетенциями, то почему эта же команда не оплачивает собственную работу? Тоже хорошего, нет, ну как, это, знаете, я проведу, знаете, я проведу, может быть, немножко грубую параллель, но, собственно, вообще грубую. Каждый делает свою работу, да. Это бригада шабашников. Нанялись, сделали, поддерживаем, эксплуатируем. Ну да, со стороны можно так. Со стороны, да. Нет, получается, тут личный двигатель, получается. Ну, в идеале, в идеале, да, в идеале, да. Это некий элемент, все доброе. Это некий элемент, ну, вещь-то нечь, такого двигателя, да, когда команда заинтересована в развитии, в развитии, в развитии, в развитии продукта. Другое дело, заинтересованы в этом бизнесе. Я, кстати, не случайно обратил внимание, да, у меня как раз выделено управление IT-продуктом. Вы правильное, что DevOps-то изнутри команды. Владелец продукта, это как бы, ну, как интерфейс, нет, менеджер-продукт, это все-таки не заказчик, это как интерфейс между командой и заказчиком. Но менеджер-продукт, в конечном итоге, по-хорошему, должен быть владельцем бюджета. Не факт, не всегда. Но по жизни не всегда, да. Нет, кстати, один из хороших вариантов, который я в крупных компаниях наблюдаю, это два владельца продукта. Один со стороны IT, который вот, а другой со стороны бизнеса. И вот со стороны бизнеса, да, они с одной стороны бизнес-требни, с другой стороны подкрепленные бюджетом. Или не подкрепленные. Интересно, что безопасность, в принципе, наверное, на уровне предприятия лучше пойти вот это использовать, потому что команда, скорее всего, безопасно задвинется дальше. Ну, возможно, но вот, смотрите, пока, если говорить про фреймворки, это не описано. Ну, точнее, описано в таком виде, как и было озвучено. Ну, в общем, да, я согласен, что безопасность это, скорее, отдельная своя услуга. Ну, как всегда, аудит, он на то и аудит, чтобы внешняя оценка была, да. А, вы имеете в виду, внешний даже со стороны, внешний по отношению к компании в целом даже, вы хотите сказать. Да, по отношению к компании в целом. Да, он будет стоить дороже, да, там есть другие еще нюансы, но оценка будет более крезвая. Ну, тот же самый, скажем так, вопрос баланса стоимости и качества, да. Смотря что компании нужно более... Тут, я скажу, вопрос не только баланса стоимости, тут вопрос интересов компании. Ну, это и есть интересы компании и баланс стоимости и, ну, в данном случае, надежности. Компания за это готова платить или не готова платить? Значит, коллеги, относительно, да, я вижу вопрос, запись будет на сайте обычно в течение недели. На сайте специалиста, соответственно, там в разделе видеозаписи и у меня. Итак, и, коллеги, сколько мы говорим о продуктах, тут как раз по инициативе некоторых вот участников наших групп сделали группу телеграмовскую. Вот, как раз по продуктовому менеджменту будет интерес присоединяйся. Там не канал пушевый, а именно группа такая с обсуждением. Скажем так, мнения есть разные, раздолбайство можно устроить где угодно. Это скорее, ну да, я согласен, Алексей, с вашими вот дальше выводами, что работает при ответственности в самой команде. И я говорил не только в самой команде, а и в команде со стороны заказчика. Потому что если будет инициативная команда продукта, и она будет натыкаться на вот такую позицию серии, я тебе там в коридоре сказал, иди делай, потом придешь. Никакой DevOps, никакой ничего работать не будет. То есть это как... А работать примерно так же. Нет, ну оно придет к работе, вот обычной, вертикальной и все. Это как раз вот тоже один из факторов, один из факторов возможности, целесообразности, применимости того или иного подхода. Вот, да, это один из серьезных факторов, безусловно. Да. Нет, хотел бы узнать, а вы рассматриваете все пять частей? Ну, что значит рассматриваем все пять частей? Нет, я имею в виду, что когда преподаете, там же только пять, только шесть частей содержатся. Несмотря на то, что считают за части. То есть, ну, пять основных книг, если вы хотите сказать. Да, там четыре фазы, четыре фазы жизненного цикла, и пятое, это постоянные вот эти улучшения. Ну, да, вот, собственно говоря, вот они все есть. Вот операционная поддержка, вот SOA, вот PPO проектирование, вот RCV, вот они все четыре части есть. Ну, а CSI, он там распределен по всем. Operation Support Analysis, Service Offerings Agreements, Planning Protection Optimization, Release Control Validation. Собственно, вот как экзаменационная структура второго уровня интермедиата строится, вот он так же и строится. Тут, как говорится, самодеятельность, она нет. Про управление продуктом, это вот. Ну, я вот специально вынес, видите, вот на последнем слайде, да, вот это. Это без привязки к экзаменам, это вот именно больше практически, это майкрософтский опыт, это свой опыт, потому что, ну, есть своя, я говорю, там, стартаповская. Компания, я же вот сказал, что вдруг случайно выяснилось, что у нас там почти девопс. Ну, так. На среднем уровне, по крайней мере. Но стартапов, мне кажется, по-другому не бывает. Нет, почему мы работали довольно успешно по жестко вертикально интегрированным схемам. Ну, это да. Да, нет, ну, опять же, понимаете, в стартапе энтузиасты определенная группа людей. Когда стартап вырастает и становится уже все-таки продуктовой компанией, мы уже сейчас на этом уровне. Там появляются, естественно, нанятые люди. Ну, это логично. Это логично, но вот с наемными людьми это уже все проходит... Да, согласен. Как-то так, скажем. С кем-то проходит. То есть это уже вот как раз вступают те самые личностные факторы конкретных людей. Кто-то там горит заинтересован, кто-то вот пришел за зарплату по известному принципу от забора до обеда. А вот теперь 18 часов, и поэтому меня здесь уже не существует. Ну, есть люди, которые, как это, в течение дня его не существуют, а, скажем, за ночь он сгенерит столько, что потом... Это опасные, на мой взгляд, люди. Ну, и да, и нет. Наверное. Но я могу сказать, с чем они опасные. Они слабо предсказуемы. И как слабо предсказуемы, как выстроить с ними работу, взаимодействие. Вот другие члены команды утром приходят. Может, им есть с чем работать, их коллега, за ночь все, как вы говорите, сделал. А может, они придут и будут в экстренном порядке на пресловутом стендапе перераспределять задачи, чтобы закрыть. То есть это очень существенный элемент непредсказуемости вновь. Чаще всего есть какой-то, грубо говоря, список задач, которые, образно говоря, срочные. То есть те, которые обнаружили, грубо говоря, дырку в продукте, какую-то через нее что-то лезет. И как бы начали перерабатывать. Чел, скажем, взял, сказал, что я за ночь посмотрю, выкину то, что не вытащил, напишу рекомендации. Вот посмотрел за ночь, дай его на следующий день. Это энтузиаст. А если он то сидит, то работает. Ну, как только мы уходим в личностные вопросы, понятно, что тут... А без личностных вопросов? А без личностных вопросов мы уходим в жестко-процессные. Мы уходим в жестко-процессные. Вот видите, у нас весь диалог крутится вокруг вот этой точки выбора. И это действительно точка выбора, которая всегда, по крайней мере, ну, всегда, может, плохое слово, на каком достаточно длительном текущем этапе, будет видна и будет заметна, что раз. Можем мы использовать, лучше сработают какие подходы, или даже вплоть до того, как комбинировать в рамках одной компании, но работу разных команд. Кому-то доверять, кому-то, наоборот, выстраивать достаточно жестко. Ну, да, Глеб, в какой-то степени, да, это вот личностный структурный подход, как к ITIL и DevOps. Ну, наверное, конечно, это не очень линейно, но как принцип, да, наверное, да, наверное, так. Хорошо, коллеги, ну что, спасибо большое. Еще раз так, контакты есть. Куда углубляться? Я надеюсь, что показал, увидели, так что увидимся. Все, спасибо, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.